Добрый вечер в студии Дмитрия Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Первый пошел. В Москве презентовали том академической истории Югры, над которой трудятся ученые нескольких институтов. Учителей югорских школ снабжают прозрачными защитными экранами. Расскажем, чем они лучше масок. Сосинскую селедку отметили на гастрономическом конкурсе «Вкусы России». И обо всем подробнее прямо сейчас. В преддверии дня рождения округа увидел свет первый том академической истории Югры. Его презентовали сегодня в Москве. Здесь в представительстве округа собрались ученые-историки, которые продолжают работать над проектом. Дистанционно в церемонии приняли участие Ханты-Мансийский Тюмень. В Москве работает наша съемочная группа. Подробности с места событий у Алексея Шабанова. Сейчас у меня в руках первый плод грандиозного плода российских ученых. Первый том академической истории Югры. Это такая увесистая книга. В ней сразу 600 страниц. Здесь есть цветные иллюстрации, старые архивные фотографии, карты, графики и схемы. Издание отпечатали в Согуте. Его тираж 4 тысячи экземпляров. Первый дом называется «Очерки истории Югры». То есть это такой путеводитель, собственно, по всему этому пути. Здесь представлены выдержки из материалов по исследованию истории нашего округа. Нужно напомнить, что два года назад было отмечено 900-летие. 900-летие с момента первого упоминания Югры о новгородских исторических летописях. И тогда же наделась идея, собственно, этого издания. Заказчиком является правительство округа. Планируется, что в собрании будет 8 домов. Первый появился сегодня. Над историей Югры трудится целый коллектив ученых. Как югорских, в общем-то, так и российских. Потому что история Югры – это неотъемлемая часть большой истории России. Я в восхищении. Хотя мне это не положено, может быть, говорить. Но я даже удивлен, что он получился в столь короткий срок. На столь высоком и содержательном, и полиграфическом уровне. Я считаю, что получился, во-первых, прекрасный подарок к 90-летию округа. А во-вторых, прекрасный зачин для всего нашего масштабного 8-томного проекта. Необходимо отметить, что создание академической истории проходит в рамках проекта «Многовековая игра». Он как бы объединяет все исследования, проекты и концепции. Дело в том, что на сегодняшний день очень мало действительно написанных свидетельств об истории нашего округа. Поэтому основные сведения мы получаем сейчас от этнографов и археологов. Дело в том, что основные открытия еще до сих пор не сделаны. И сейчас на территории всего округа в разных местах проходят археологические раскопки, которые в ближайшее время нам могут дать новые данные. Эти данные будут систематизированы и отражены уже в новых томах академической истории Югры. Ну а первый том, который увидел свет совсем недавно, в ближайшее время окажется в югорских библиотеках. И познакомиться с его очень интересным, важным, действительно фундаментальным содержанием сможет каждый желающий. Алексей Шабанов, Дмитрий Килин, телеорадиокомпания «Югра», Москва. О Югре появилась новая песня. 90-летие региона ее написала жительница Ханты-Мансийска Александра Беломожная. Композицию под названием «Югра нас объединила» высоко оценила жюри окружного песенного конкурса «Югра, ты прекрасный наш дом». В качестве награды солистка ансамбля русской песни «Млада» вместе с коллективом исполнит это произведение в финале праздничного концерта. Его запись прошла при поддержке телеорадиокомпании «Югра» в концертно-театральном центре «Югра-классик». Профессиональные коллективы и солисты подготовили в общей сложности 14 номеров. Трансляцию можно будет увидеть 10 декабря. Мы вместе, мы люди планеты, мы сила великих планет. «Югра нас объединила». «Югра нас объединила». Самые главные слова этой песни – это ее название. «Югра нас объединила». Я сама югорчанка, я родилась здесь. Я настолько сильно люблю свою игру. Я живу для нее, я творю для нее. И все, что я делаю, на это вдохновляет меня моя «Югра». «Югра» готовится к юбилею. В преддверии 90-летия округа поздравления звучат изо всех уголков мира и даже из космоса. Теплые слова родному региону говорят спортсмены, политики, общественники. Все, кто когда-то связал свою жизнь с округом или родился здесь. Далее очередная порция праздничных пожеланий для жителей округа. «Хотел бы пожелать своим землякам сил, здоровья, терпения, чтобы любили и были любимы. И чтобы наша югра, наша земля продолжала развиваться, процветать. И чтобы сюда хотели приехать как можно больше людей, чтобы посмотреть на это замечательное и, на мой взгляд, одно из лучших и красивейших мест на земле. Желаю вам всего самого хорошего». «Я хочу пожелать своей любимой югре прежде всего процветания, единения и творческой неуспокойности. А югорчанам самого главного – любви. Потому что на любви сердишься. Любви к своему городу, к своему району, к своему поселку, к своей югре, к своей семье. И тогда они будут счастливы. А счастливые люди создают счастливый регион и счастливую страну. Успехов тебе, моя любимая югра. И всем югорчанам». Югорчан, переболевших COVID-19, приглашают сдать плазму. Этот компонент крови сейчас очень востребован для лечения тяжелых больных. Дело в том, что такая плазма, ее еще называют антиковидной, содержит антитела, которые борются с коронавирусной инфекцией. Процедура донации ничем не отличается от привычной и длится около 40 минут. Стать донором антиковидной плазмы можно не раньше, чем через месяц после выздоровления. Плазму проверяют в течение 20 минут при помощи новой прогрессивной методики. В югре сейчас функционирует 5 антиковидных центров. Они отслеживают ситуацию и могут в любой момент поделиться нужным препаратом. Благодаря донорской плазме в Нягоне спасли уже 8 человек. 225 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в югре. 43 человека заболели в Сургуте, 33 в Ханты-Мансейске, 21 в Нягоне, 18 в Нижневартовске. Еще в 16 муниципалитетах менее 15 заболевших в каждом. На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 44 зафиксирована пневмония. У 7 человек коронавирус протекает без симптомов. За сутки на COVID-19 обследовано 2143 человека. Коэффициент распространения инфекции на 0,02 выше единицы. Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 447 человек. За сутки вылечились 311 пациентов. За весь период пандемии 31 549 югорчан. Югорские учителя готовятся вести уроки в специальных защитных экранах. В школы Сургута уже поступили средства индивидуальной защиты в дополнение к маскам и перчаткам. СИЗами обеспечивали всех преподавателей. Они, как уверяют медики, защищают от вирусов лучше, да и дышать во время длительной речи намного легче. Экраны также поступят в детские сады учреждения дополнительного образования города. Подробнее в сюжете моих коллег. Лариса Юрьевна, мы вам выдаем защитный экран для учебной деятельности. Возьмите, пожалуйста, экран, используйте его в учебной деятельности. Запишите дату, фамилию и подпись. Под роспись и каждому в руки. Теперь во многих школах защитный экран – такой же атрибут учителя, как мел и указка. Прозрачный материал позволяет стереть визуальный барьер между преподавателем и учениками. Особенно это важно на занятиях, где учитель должен продемонстрировать артикуляцию. В нашей школе сегодня 100% педагогических работников оснащены защитными экранами. В нашу образовательную организацию их поступило 121 штука. Мы очень рады этому, поскольку вести уроки, особенно такие предметы, как английский язык, русский язык, учителям начальных классов, очень тяжело в маске, когда дети визуально не видят речевой аппарат учителя. Какой у вас начинает звук? К. Так, давайте с вами его разберем. Согласный. Дальше. Твердый. Дальше. Парный. Парный, хорошо. Александра Усманова – молодой специалист. Работает с детьми младших классов всего год. Преподает русский язык и литературу – те предметы, где артикуляция особенно важна. А такой новый внешний вид учеников уже не удивляет. Привыкли. На уроках русского языка и литературы мы часто произносим звонкие, глухие, согласные. И нужно правильно показать артикуляцию звуков. В маске это сделать не всегда получается качественно. И детям обязательно нужно посмотреть, как произносит звуки учитель, чтобы впоследствии не допускать никаких ошибок. Дети не всегда могут услышать из-за маски. Приходится несколько раз повторять. В экране, конечно же, намного удобнее. Такие же защитные экраны уже успели протестировать прошлым летом во время единого государственного экзамена. Кстати, в следующем году итоговая аттестация пройдет в таком же формате. А пока защитные экраны поступают во все школы города. Сегодня мы получаем в департамике автономного округа защитные экраны в количестве 6050 экземпляров, которые будут выданы как в дошкольной образовательной организации, как в общеобразовательные учреждения и в учреждения дополнительного образования. На сегодня уже распределение такое сделано. Хочется отметить то, что всем педагогическим работникам, безусловно, защитных экранов будет предоставлено в достаточном количестве. В связи с непростой педобстановкой на сегодняшний день сургузские школьники вынуждены получать знания в разных формах – очной или заочной. Так, в 24 школах города дети с 6 по 8 класса, а также еще 29 классов продолжают учиться удаленно. Остальные ходят в школу, что называется, в привычном формате. Важно понимать, что такие меры направлены на то, чтобы сделать образовательный процесс максимально безопасным. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. 75 тысяч вартовчан уже привились от гриппа. Эта цифра равняется годовому показателю, а значит, прививаться стали в разы чаще. На днях в поликлинике Нижневартовска поступило более 14 тысяч доз вакцины. Это уже третья партия. Ультрикс-квадри – гриппозная четырехвалентная вакцина. Формирует высокий иммунитет против гриппа типа А и Б. Антитела появляются спустя 8-12 дней после введения. Иммунитет сохраняется около года. Врачи советуют прививаться тем, кто часто простужается, и людям с хроническими заболеваниями. А также специалистам, которые в силу профессиональной деятельности попадают в зону риска. Это врачи, учителя и соцработники. Медики напоминают, своевременная вакцинация снижает риск возникновения микс инфекции. Сочетание гриппа и коронавируса может быть опасным для жизни. Поэтому заболевание гриппом лучше исключить заранее при помощи вакцинации. Конечно, желательно, чтобы человек к этому времени, с момента своего заболевания, если вдруг он заболеет, чтобы он был привит против гриппа. Чтобы все-таки организм боролся с какой-то одной инфекцией. Но один нюанс, это вакцина, которая к нам поступила, она до 60-летнего возраста. Поэтому пока мы не приглашаем жителей старше 60-летнего возраста, но успокаиваем их. Значит, в ближайшую эту неделю или в следующую неделю мы получим еще одну партию ужасов и гриппа. И тогда, пожалуйста, мы тоже объявим, чтобы жители старше 60 лет приходили на эту прививку. Вдох-выдох. В Югре медики помогают пациентам, которые переболели коронавирусом, пройти реабилитацию. Это сложный процесс восстановления. Как югорчанам возвращают дыхательные функции, укрепляют иммунитет и что включает в себя реабилитация, расскажем на примере советской районной больницы. Лечебная физкультура. Вот с чего начинается реабилитация тех, кто переболел COVID-19. Главная цель – восстановить дыхание. Ведь первое, что поражает вирус – это легкие. Все занятия проводит опытный инструктор. После того, как человек после реанимации попадает в стационар, мы проводим обязательно с ними дыхательную гимнастику. Заставляем их надвать шары, дуть в бутылки через трубочки, чтобы у них наполнялись легкие. В дальнейшем по состоянию здоровья, их самочувствию, мы уже переходим непосредственно к физической нагрузке, дабы улучшить их здоровье. Чтобы усилить эффект к дыхательной гимнастике, в физкультуре добавляют физиотерапию с применением медицинских препаратов. Процедуры включают в себя несколько видов лечения. Один из них, допустим, аэрозольтерапия, когда пациенты вдыхают лекарственные препараты для того, чтобы произошло очищение легких, разжижение мокроты, лучшее отхождение мокроты, магнитотерапия. Этот вид лечения обладает обезболивающим, противовоспалительным эффектом. Чтобы был эффект, занятия должны быть регулярными. Обычно в группу входят от 5 до 10 человек разного возраста. В целом весь комплекс реабилитации составлен так, чтобы максимально восстановить дыхание и иммунитет. Ну а это очень даже хорошо. Конечно, тяжеловато, но очень помогает. Даже такую бодрость какая-то появилась. Легче действительно, легче дышать становится. Ну стало лучше дышать. И вообще очень хорошо себя чувствую после занятия. Понравилось очень. Советую всем. Чтобы правильно восстановиться после коронавируса, врачи советуют больше двигаться и делать дыхательную гимнастику. По словам медиков, реабилитацию можно и нужно проходить не только тем, кто попал в стационар, но и тем, кто переболел COVID-19 дома. Василий Сысуев, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телеканала «Первый советский». В вахтовом поселке Нефтьюганского района медведь Шатун устроил погром. А точнее, его могучая сила обрушилась на вагончик, в котором располагалась кухня нефтяников. Видимо, зверь искал пищу. В результате налета никто из людей не пострадал, а вот в медведя пришлось застрелить. Сообщается, что с начала года югорчане сообщали о медведях, вышедших к людям полторы сотни раз. Почти три десятка животных изъяли из естественной среды обитания. Следственный комитет вместе с уголовным розыском ищут мужчину, который пытался напасть на ребенка. Инцидент произошел в Нижневартовске. По предварительным данным, 6 декабря в дневное время неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов по улице Северная. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка входит в подъезд, за ней следует неизвестный мужчина. Оказавшись в подъезде, он делает попытку обхватить ребенка руками. Однако школьнице удалось вырваться и убежать. Сейчас следователи разыскивают мужчину и выясняют все обстоятельства произошедшего. В Нефтьюганске активизировались лжеводопроводчики. Они ходят по квартирам, представляются сотрудниками Юганского водоканала и предлагают установить якобы очень эффективные водяные фильтры стоимостью 76 тысяч рублей. Пока сообщения поступили из двух микрорайонов города. Целевая аудитория мошенников, как правило, пенсионеры. На возражение «нет денег» предлагают потратить деньги, отложенные на похороны, или взять кредит. Несколько доверчивых граждан даже согласились сообщить данные паспорта из НИЛС. Водоснабжающие организации предостерегают. Настоящие сотрудники по квартирам не ходят. Установить подлинность сантехника можно, попросив показать служебное удостоверение. Сразу после данных сообщений, конечно же, мы сразу связались с Юганск водоканалом. Выяснили, что, конечно же, это не работники. Потому что такие сообщения нам приходят, к сожалению, каждый год. И тоже они используют то Юганск водоканал, то еще какие-то организации. За сутки на дорогах округа шестеро югачан получили травмы в автоавариях. Одно из ДТП произошло на трассе Нефтьюган-Сургут. По предварительным данным, молодой водитель, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в грузовик «ДАВ». Двое пассажиров легковушки получили травмы. Всего за 24 часа в Югре произошло 4 аварии, в которых пострадали люди. Инспекторы задержали 9 пьяных водителей. Двое из них сели за руль под шофе уже не в первый раз. 28 автомобилистов оштрафовали за выезд на встречку. Еще 19 угорчан пренебрегли здоровьем собственных детей и не пристегнули их ремнями безопасности. В Югре готовятся к переписи населения. Она пройдет в апреле 2021 года. Главным нововведением будет возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Но готовятся работать и, что называется, по старинке. Выбирают объекты для размещения переносных и стационарных участков, а также подбирают персонал. На этот раз перепись проведут с использованием цифровых технологий. В планшетах переписчиков будут интерактивные карты. Так работник сможет ориентироваться среди адресов. Каждый из переписчиков опросит 550 человек. Также предусмотрят меры безопасности. В неблагополучные квартиры и дома работников службы переписи населения будут сопровождать полицейские. А для защиты от бродячих собак выдадут ультразвуковые отпугиватели или электрошокеры. Эта информация уже в декабре этого года будет закачиваться в планшеты переписчиков. Предупреждаю ваши вопросы. Хочу добавить, что все изменения по объектам недвижимости, ввод новых домов, снос непригодного жилья и расселение граждан будут заноситься в планшеты контролерами за две недели до начала переписи в ходе предпереписной проверки. Главная новогодняя ель окружной столицы засияет уже совсем скоро. Рабочие проводят последние приготовления к запуску иллюминации. Сейчас уже подключают электричество и проверяют оборудование. В ближайшие пару дней все работы с зеленой красавицей будут завершены. Кипят приготовления и вокруг елочки. Здесь растет традиционный ледовый городок. Общей темой в этом году станут сказки. Здесь появятся коньки-горбунки, волшебные рыбы и даже сам подводный владыка. Главным сооружением станет большая горка, над которой сейчас трудится команда резчиков. Сейчас мы делаем трехкатную горку. Эта крепость будет, она возродиться будет шириной 20 метров. Высота горки от наклона идет 2,5 метра. И башня там примерно 10,5 метров на кончике будет заканчиваться. Горку собирают из ледяных плит. Каждая из них весит около тонны. Над укладкой горки и других скульптур работают 12 человек. Пятеро мастеров-резчиков приехали из Костромы. Поднимать и перемещать ледяные глыбы помогает специальная техника. Помимо центра украшают и другие районы города. На площади в Самарова установят статую быка. Это символ наступающего года по восточному календарю. Возле парка Бориса Лосева откроют каток. Горчане смогут прийти туда со своими коньками и покататься под открытым небом. Вокруг установят скамейки и устроят праздничную иллюминацию. В Ханты-Мансийске к Новому году станет на 50 жителей больше. Правда, сказочных. Они поселятся в городском парке имени Бориса Лосева. Сюда уже свозят снежные глыбы, из которых создадут полсотни снеговиков. Лепить необычные скульптуры по традиции предлагают самим горожанам. Нужно создать команду не более пяти человек и заявиться с ней до 12 декабря. Создавать снежные изваяния начнут уже на следующей неделе. Среди фигур выберут лучшие. В этом году творцам предлагают слепить семейку снеговиков. Снеговика-героя, динамичного или сибирского снеговика, а также символ наступающего года быка. Сосвинская селедка, которую изготавливают в Березовском районе, попала в число победителей первого национального гастрономического конкурса «Вкусы России». Интересно, что на самом деле сосвинская селедка вовсе и не сельдь. Она относится к семейству сиговых, подсемейству лососевых, и ее ближайшие родственники – это омуль, нельма и ряпушка. Настоящее название рыбы – тугун, а сосвинская она стала благодаря своему месту обитания. Ловят ее в Северной Сосве, в районе поселка Березово. Известно, что в свое время ее очень ценил Петр Первый и Уинстон Черчилль. Отмечу, «Югру» на гастрономических соревнованиях также представляли производитель дикоросов из Кандинского района, хлебопекарня и шоколадная мастерская из Сургута. Всего же на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. В «Югре» завершили съемки фильма про чемпионов. Его готовят к 90-летию «Югры» при поддержке молодежного парламента округа. Александр Легков, Виктор Майгоров, Евгений Редькин – это далеко не весь список знаменитостей, о которых рассказывается в фильме. Какой был путь к олимпийскому золоту? Можно ли вернуться в спорт после клинической смерти? И чего стоило построить в столице игры один из лучших в мире биатлонных центров? Об этом герои рассказывают сами. По словам авторов, документальный фильм можно будет увидеть в ближайшие дни в социальных сетях. Следить за новостями телеканала «Югра» теперь можно и в инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанцией. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok